Всем привет, меня зовут Александр Павловлюк, перешел такой небольшой интроизационный рассказ про небольшой проектик, тоже связанный с геоданными. Есть тут кто-то ездит на электросамокатах, но на колесах мини-сегуэх, какому-то электротранспорту, портативном, скажем. Видимо, нет, никого особо нету. Жаль. Просто началась какая-то идея в группе людей, которые используют электротранспорт, и у них часто возникает проблема, где можно подзарядиться, то есть там не везде есть розетки, которые доступны к публичному использованию, и ребята сделали просто в редакторе карты Google, вы, наверное, хотели вносить на карту Vesta, прикрепить иногда фотографии и делиться между собой. И возникла идея, а почему бы не сделать Telegram фото, который мог бы это делать все быстрее и удобнее. Вот. И в результате я сделал бота в деткоискатель, которому, вот если сейчас в доступной версии open, а в доступной версии нам нельзя прикрепить местоположение. Сейчас тогда мы сделаем так. Я отправлю Илье на Telegram местоположение, и мы фарварднем просто этот месседж. Ну или да, ты в Telegram отправь местоположение, допустим, вот этого места. Посмотрим, что нам ответит будет. А что, в ботинге написано? Ну полного, и каординаты написать, хотя я в этом текст. Ну, как каординаты все-таки сложно написать. Вот. Соответственно, достаточно просто отправить местоположение в Telegram местоположение через прикрепить, и бот нам отвечает, что в 939 метрах от нас есть розетка. Это кафе Pro Barista. И показывает местоположение этого кафе. У некоторых мест еще прикреплены фотографии. Соответственно, он еще покажет фотографии там, где розетка находится в помещении, как выдает вход. Вот. И, соответственно, простой командой added этому боту можно свою розетку туда добавить, так сказать, внести свой вклад. Вот. Чтобы поглядеть все розетки, которые добавлены были пользователями на карте, сейчас используется конструктор карт от Google. Но у нас есть небольшая проблема с тем, что у них есть простой акиш, чтобы данные оттуда скачать. То есть, допустим, если кто-то добавит на карту Google, у меня бота-то скачает, увидит и обновит базу. Но у них нет интерфейса, чтобы добавлять обратно. Поэтому я сейчас это делаю руками. И хотел по случаю спросить у собравшихся здесь, может там у ребят из NextGIS есть какие-то решения легкие, чтобы просто на карте разместить данные и иметь простой API, чтобы добавить. Да, у нас есть. NextGIS Web, конечно. NextGIS Home, там API. То есть, как продукт у вас называется? NextGIS Home. То есть, прям вот NextGIS Home и там конструктор? Ну, там есть WebGIS, а WebGIS есть REST API. Все, отлично. Такие данные нафигачат туда, а таки сможешь забирать и добавлять. Отлично. Думаю, следующим шагом я попробую этот API вместо Google. Я только не очень понял, как ты его туда засунешь, пардон. Ну, то есть, это же, по-моему, был разговор о том, что по Телеграме нельзя другие карты прикрепить. Правильно? Нет, я... Или ты про другое что-то? А, это поиска поиска? Да. А одна из командов бота, допустим, вот Map, она дает просто ссылку на карту. А, окей, окей. Вот. И, соответственно, здесь текущая карта, которая в Google у нас. Круто, круто. Слушай, давайте... Это интересно. Картинку получать. Да, да. Ты можешь отрендерить. О, еще есть эту картинку, можно... Картинку, пермолинк и... Все, что можно. Да. То есть, сейчас вот, допустим, по Москве... Картинку... Картинку... Там еще две дороги... Да, да. На регистратор парад для добра. Да, да. Окей, отлично. Да, да. Все, да, да. Всем спасибо. Есть такой вопрос. То есть, понятно, что там кафе Бористо, но представляете, да, прийти туда подключиться, а они могут и не дать. А вот там было написано, что наоборот даже скидку дают. Там комментарий еще был. Так, блин, где-то телеграм обратно. Там кроме названия еще комментарий. Сейчас, допустим, розетки и скидка на кофе для ляма на колесниках. То есть, все же розетки добрают пользователей, которые пришли и подключились. И значит, как бы там это можно. Вот так вот. Спасибо. Спасибо.